добрый день друзья аквариум думаю ставить на стол аквариум нет не буду все цыплятки в порядке тот который вылупился последний у него там какая-то проблемка с лапой но живой я вам его обязательно покажу но чуть позже ездили забрал сегодня посылку с яйцом селадонов и сейчас буду делать распаковочку но вот так знаете я думаю меня видно я буду разговаривать тихонечко потому что это я тряпку взял вытирать потому что артем спит знаете что хочу сказать же ой шатнул ну чтоб вы понимали вот так выглядит посылка я не знаю целая она доехала или нет хочу вам сразу сказать я абсолютно абсолютно не поддерживаю людей которые пакуют инкубационное яйцо вот так в опилке я им напишу я не писал ну яйцо может дошло целое я не знаю просто яйцо от опилок получается грязное забиваются поры мелким мелкой фракции опилок это не очень хорошо если вы у кого-то заказываете яйцо на инкубацию то уточняйте чтобы они вам так не не фасовали я вам показываю я фасую яйцо вот так это обычная туалетная бумага как бы яйцо доезжает целое и чистое упаковку лучше когда ну как бы уплотнитель сена или солома это тоже нет не очень дорогой материал поэтому лучше так а так ну я конечно сейчас по протираю мне часто знаете зрители пишут что я в основном возмущаюсь ну как как качеством отправки посылок но друзья я не знаю какое качество яйца я об этом говорить не буду мы право скопируем все посмотрим но вот упаковка с опилками внутри это капец вот это капец потому что сейчас нужно вот эту всю пыль с каждого яйца растирать понимаете а это такое ненужное занятие это же вот тоже окну это же недорого и это очень очень быстро все кому я отправляю яйцо все мне в основном конечно были несколько несколько проблемных посылок это это была проблема не моя а почта что писали что типа вот несколько яиц раздавилась это я всегда постараюсь ответить что типа давайте я компенсирую вам пришлю как бы еще лицо но никто не соглашался на компенсацию так что ну я не знаю это не проблема тут знаете с посылкой тоже я не знаю там как дальше внизу но вот сейчас вам покажу я сначала испугался смотрите вот так она была упакована и вот гармошка вот видите вот так была примята то есть вот прям видно что посылку или бросили в машине ну на почте или вот так чем-то придавили поэтому я уже распечатал посылку еще там на месте посмотрел целая доехала или не целая ну вот так еще читаю сейчас комментарии там вы пишете что не спеши выбрасывать яйцо куриное с инкубатор потому что но как бы не всегда на третий день видно зародыша ну если вы заметили то я ничего не выбросил я ну жду еще сутки вот сегодня вечером я буду проверять ну и если уже я сегодня ничего не замечу это про яйцо из германии оно светлое а яйцо от маранов я буду проверять возможно завтра вот так знаете я даже не могу сказать нет скорее всего сыпали потому что вот это крупные опилки внутрь не вместятся и вот тоже получается тоже тоже проблемка ну яйцо целое потому что у села донов яйцо помельче но я имею ввиду вот когда фасуют яйцо с опилками то у сыпучих материалов есть свойство опускаться вниз поэтому ячейки наполняются и я не вижу никакой пользы от этих опилок в самом лотке возможно чтобы просто они не звенели не звенели во время транспортировка потому что ну если не ложить уплотнитель то яйцо там в лотке шевелится так поэтому может из-за этого а так ну я не знаю может я конечно придираюсь но вот эти опилки в лотке для инкубации точно не нужны вот точно не нужны я им даже тем ну в той девчонке у которой заказал отправлю фотографию как бы очень быстро фасовать очень быстро фасовать то есть здесь 4 4 вот таких отрезка туалетной бумаги вот один второй и сверху два и все и все плотненько ничего не шевелится и в основном все доезжает в целости и сохранности ну а тут вот все в мусоре яйцо в инкубатор и сколько мусора зачем я не знаю и точно так я думаю что люди если фасует и на еду так же само фасует зачем вот этот мусор мусор домой тянуть я не знаю яйцо я купил по 8 гривен так что вот так там лежат яйца от моих силадончиков еще я сегодня что-то насобирал ну не сегодня за вот эти дни что это конечно качество упаковочки мне не нравится яйцо красивенькое не даже теперь вот эти лотки мусор вот этот на не нравится мне не нравится как вы считаете я придираюсь к упаковке или все-таки нет ну я не для того чтобы там свои похвалить я наоборот людям рекомендую да то есть это не думаю что рекомендация может быть проблемой да вот так и мне наконец-то пришло уведомление ко мне едет посылочка с клеткой для перепелок от мини фермера я вам уже говорил что я жду 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 но там был заказ до меня поэтому я дождался и мне идет клетка не хотелось бы конечно ездить на почту каждый день но так получается что я был вчера на почте я был сегодня на почте но хорошо что у меня есть дела туда поехать я думаю что завтра кому-то тоже яйцо отправлю за вчерашний сегодняшний день и с утра завтрашнего дня тоже кто-то снесет ну и отправлю яйцо кому-то и заберу посылку уху я очень рад потому что получается что завтра мои аквариумные курочки или петушки да петушок есть такая рыбка до аквариумной поедут пойдут бруда потому что все эти мои белые бройлерные освободят клетку и туда можно будет переселить этих вот так но вот два лотка сверху целенькие яйцо не крупные мои несут такое же самое но все ладоны сами по себе не несут крупное яйцо ну вот так ну главненькое главное что целенькое еще знаете очень много зрителей вчера не поняли и вчера сегодняшний ролик про ну который я снимал вчера по поводу этих пуховых курочек много кто написал ура стрижка помогла нет друзья после стрижки яйцо только первый раз было заложено в инкубатор и мы узнаем помогла ли стрижка уже послезавтра после завтра будет трое суток и чтобы вы там не говорили на третьи сутки отлично отлично видно как бы зародыш потому что сейчас читаю и пишут что на третьи сутки я спешу совоскопирование возможно я вам много раз это говорю возможно если вы как бы не скопировали никогда и ну в этом не разбираетесь и для вас это что-то новенькое то возможно что вы можете и не заметить зародыш на третьи сутки но если авоскопирование для вас как обычное занятие как попить воды или что-то типа того то на третий день очень хорошо видно по поводу моральных яиц я вам ну я вам сразу сказал что я не собираюсь его скопировать на третий день и сегодня у моранов пятый день как бы или даже шестой уже начался нужно сейчас посмотреть по дате закладки и если нужно я подожду еще один день не думая что продавец как бы ждет прямо от меня деньги за яйцо прям сегодня или вчера так что если право скопируем завтра или послезавтра я не думаю что это будет проблема так что ну все все будет все будет все будет все проверим все узнаем ну и все увидим да надо было все таки еще за целый лоточек потому что что то не туда-то но а так яйцо красивая одинаковая светленькая ну то есть такой голубенькое видно что птичка хорошая за яйцо никаких у меня претензий нету ну и сказать что это упаковку какая-то у меня претензии не претензия а большая рекомендация ну а там уже что хотят то и делать но я вам серьезно ли лучше лучше когда яйцо чистое без какого-либо вот такого мелкого мелкого мусора он точно в инкубаторе не нужен так что вот так а так третий лоток распечатал и яйцо все до одного целое но добавлю что яйцо мелкое там поэтому ему в лотке максимально свободно ну и атака а так никаких претензий вот наклеечка что когда он сверху и на сбоку ну две что ну груз хрупкий бокальчик наклеен а я еще клею вверх то есть здесь на коробке верха нету а я еще клею на коробке стрелочку вверх что типа нельзя переворачивать коробку нельзя и ну то есть транспортировать вверх ногами потому что получится что воздушная камера будет снизу ну вот так ну не все заморачивается возможно все теперь получается я сегодня закладу в конце мая в конце мая у меня уже будет семья семья силадонов которая будет нести яйцо и еще мне очень интересно с этой посылки знаете что узнать оплату оплот яйца я не уточнял эта девчонка из инстаграма мне кстати кто-то из зрителей прислал ее эту ну как бы страницу но при этом я она мне встречалась в рекомендациях эта девчонка я вам даже имя не скажу потому что ну я не запоминал мне неважно я не собираюсь там на постоянной основе с ними там сотрудничать я имею ввиду по поводу покупки яйца такая девчонка занимаются тоже вот занялись перепелками ну и мне написали что у нее есть силадоны а я хотел ну как бы я вам говорил что хочу поэтому мне вы прислали их ссылку на их странице я перешел заказал мне говорили что отправят где-то 14 а а получается сегодня 19 до отправили 17 то есть небольшая была задержка но все-таки птичка живая и с ней не договоришься что мне надо на такое число столько яиц поэтому не всегда получается так как хочет ну и все прислали мне яиц я вам говорил что я оплатил тогда когда заказывал то ли был конец февраля то ли уже было начало марта я не знаю не помню ну вот яйцо у меня думаю что мои курочки за эти шесть дней или семь снесли где-то тоже пол сотни а может и нету хотя бы штук сорок ну и вот там чуть больше сорока и тут сто сорок поэтому на клетку мне хватит еще знаете как я хочу из этих оставить курочек а из тех что там ну выведутся раньше оставить петушку ну как то так чтобы точно знать что это с одного хозяйства курочки а перепела с моего так что как то так тоже посмотрите небольшие есть но некоторые яйца есть небольшим вкраплением это в пределах нормы но короче к яйцу никаких претензий а уже к плоду это тоже я не знаю как там получится но мне уже интересно поэтому долго сильно тянуть с перепелиным яйцом не буду сегодня же закладу как только стемнеет проверю то яйцо и через три дня будем с вами авоскопировать проверять проверять потому что очень интересно это яйцо подписывать не буду их 100 штук а подпишу яйцо от своих курочек чтобы во время авоскопирования не попутать напишу сегодняшнюю дату например да вот так последний лоточек все могу вам сказать стопроцентной точностью что посылочка доехала хорошо даже при том что ее немножечко пожмакала гармошкой но ни одно яйцо не пострадало но при этом я вам еще уже несколько раз говорил что усиладонов и ну скорлупа покрепче намного крепче чем у обычных перепелов не знаю с чем это связано но вот она прям такое жесткое то есть хорошая такая плотненькая скорлупа так что все все целенькие ну грязные грязные вопилка а мы перепелиная точно не вариант не хочу не хочу вот эту всю пыль собирать и не буду и не буду все 5 лоточков 100 штучек все четко как думаете пишите варианты какой процент оплода будет из 100 штук легко считать процент потому что сколько будет штук живых столько и оплодотворенных яиц так что интересно кто-нибудь угадает нет это так это не это просто просто мне интересно это не загадка за которую я буду отправлять яйцо вы меня извините сейчас нет яйца абсолютно свободного все заказано и очередь на яйцо большая и окурочки несут несут сейчас ну не сильно густо яйца потому что я не буду отправлять яйца все друзья у меня телефон перегрелся отключился потому что я вел съемку и одновременно заряжался телефон ладно это не проблема все все яйцо до распаковывал все 100 штучек целые это меня очень очень радует то есть как бы посылочка доехала хорошо ну все будем инкубировать будем ждать три дня и проверим сейчас яйцо с дороги холодная и вот не знаю видно вам не видно яйцо блестит это вот как раз то о чем я говорил что с холода когда ну заносишь его в тепло то на поверхность яйца появляется конденсат который ну влага выходит лишнее все они сейчас постоят акклиматизируются подсохнут и вечером ну вечером получается уже три часа где-то часов шесть проверю то яйцо которое лежит там снизу и буду закладывать это все друзья всем большое спасибо за просмотр ну и всем пока пока